Детское радио представляет Морские легенды Посмотрим-посмотрим, что расскажет энциклопедия кораблей. Британик. Английский лайнер класса Олимпик, которому принадлежал и знаменитый Титаник. Британик обладал более высокой степенью защиты от повреждений, чем Титаник. Однако затонул всего за 55 минут. Капитан Бинокль, как такое могло случиться? Капитан, вы спите? А? Что? Простите, что разбудил капитан Бинокль, но с этим Британиком, ну, очень странная история. Это действительно странная история. Начнем с того, что изначально корабль назывался Гигантик. У него было два брата-близнеца. Титаник и Олимпик. Суда той же серии. Гигантик был самым большим из них. Длина 275 метров на 5 метров больше, чем у Титаника. А как Гигантик стал Британиком? Петя, не перебивай. Титаник, который считался почти непотопляемым, затонул. А Гигантик тогда как раз достраивался. Его создатели, как и все моряки, люди суеверные, решили не называть корабль в честь древнегреческих персонажей-гигантов. И переименовали судно в Британик. И поработали над безопасностью. Добавили спасательных шлюпок, водонепроницаемых перегородок в трюме и усилили обшивку. Тогда совсем непонятно, почему он утонул. Ты опять торопишься. Британик спустили на воду в 1914. Вскоре началась Первая мировая война. И корабль стал плавучим госпиталем для британских солдат. Роскошные залы переоборудовали в палаты. Каюты в операционные. Британик мог перевозить 3300 пациентов. А, наверное, Британик утопили враги. Слушай внимательно. 21 ноября 1916 года Британик вышел в Агейское море в очередной рейс. На борту были почти 700 членов экипажа и медперсонал. В 8 утра раздался страшный взрыв. Затем второй. Его тропедировали? По первой версии корабль наткнулся на мину. По второй в трюмах взорвалась угольная пыль. А на мину он наткнулся уже, начав тонуть. Британик утонул меньше, чем за час. В три раза быстрее от Титаника. Почему? Возможно, были открыты иллюминаторы. А может, взрыв покорежил двери в герметичных перегородках. И туда хлынула вода. Истину уже не узнать. Морские легенды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова